Состоялось очередное заседание комиссии партийного контроля при областном филиале партии Аманат. На повестке дня обсуждены три вопроса, которые считаются особо актуальными для жителей региона. В их числе обеспечение жиженым газом, доставка ГСМ в отдаленные районы. На очередном заседании комиссии партийного контроля филиала партии Аманат были рассмотрены и обсуждены несколько вопросов. Первый касался дефицита поставок в регион жиженого газа и бензина 92 марки. Данный вопрос на сегодня практически решён, однако по-прежнему актуален для отдалённых районов. Потребность в АИ-92 в регионе в сутки 400 тонн. 2000 тонн, которые завезут, хватит на 5 дней. А АИ-95 необходим 150 тонн в сутки. Остатков хватит на 9 дней. По этому вопросу мы на связи с министерством. По первому вопросу договорились стабилизировать ситуацию к 25 ноября. Вторым вопросом, обсуждавшимся на встрече, стала работа по восстановлению фасада дома 108-5 по улице Мункеулы. Члены комиссии партийного контроля специально выезжали на место, чтобы разобраться в сути проблемы. На заседании подрядчику было поручено завершить ремонтные работы к 15 декабря. Основная проблема здесь – заменить упавшую облицовку на новую. В августе работы начались и до сих пор не завершены. Сейчас она идёт, но очень медленно. Основная задача – закончить укладку внешней облицовки дома до наступления зимы. На какое-то время подрядчик, потому что мы не сошлись в цене, прекратил работу. После вмешательства комиссии она активизировалась. Подрядная организация, взявшаяся за работу, полностью изменила подход к выполнению облицовки. Процесс сложный, сопряжённый с работой на высоте. К тому же дом заселён, в связи с чем важно принимать дополнительные меры безопасности. Устанавливаются закладные. На кладку устанавливается уголок 127 на 127, который приваривается к железным закладным, уже связуется с бетонным перекрытием. И последующим на вот этот уголок, железный элемент, связь, связка идёт и дальше идёт. И каждый этаж связуется именно так. То есть распределение нагрузки на кладку идёт не за счёт сетки, которая осталась и которая возможна, а идёт распределение именно межэтажно, практически 9 этажей. 9 вместе с техническим – 10 этажей. Жители дома, также присутствующие на заседании, контролируют ход работы и ожидают их скорейшего завершения. Хотя ремонтные работы начались ещё в августе, они велись очень долго. Заместитель Акима города говорит верно, сейчас они идут полным ходом. Жители обеспокоены приближением зимы. Полагаем, что при участии членов комиссии, партийного контроля, работа будет завершена в указанные сроки. Поднята проблема обеспечения стабильным электроснабжением куреней в старой части города. Были рассмотрены пути решения этой проблемы и отмечена необходимость вырубки деревьев вдоль линии электропередач в лесу. Сейчас с лесхозом договорились, там ДЭП давайте привлекём, какой-то. Наша компания тоже дадим. Лесхоз, да? Лесхоз, потому что они не дают выпиливать нам деревьев. Не может быть. У вас, согласно нормам, вы имеете право выпиливать? Выпиливать мы пропилку. Вы просто уведомляете? Нет, мы делаем пропилку. У нас даже пил нет, сучка реза. Мы выпиливаем пропилку, но деревья есть двухметровые, ветер падает на линию. Надо просеку всю пропиливать по линии электропередач. В заседании приняли участие члены комиссии партийного контроля, жители и представители Акимата города. Подрядных организаций были рассмотрены все вопросы повестки дня, а перед руководителями ответственных учреждений поставлены конкретные задачи. Принято постановление о их реализации в отведённый период. Продолжение следует...